Электросамолет Rolls-Royce побил мировой рекорд скорости. Немецкая компания показала прототип шестиместного аэротакси Автожира. Стартап Flightrex гарантирует доставку заказов дронами за 5 минут. Рыбка-микробот доставит противораковые препараты прямо в опухоль. Эти и другие темы прямо сейчас. Меня зовут Андрей, я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Три года назад, анонсировав свой первый электрический самолет, Rolls-Royce пообещала побить на нем мировой рекорд скорости для авиации на электротяге. Похоже, что конструкторам компании удалось сдержать слово. Это достижение не только для самолетов, но и для любого электрического транспорта. Самолет совершил свои первые рулежные испытания в марте этого года, а затем впервые поднялся в небо в сентябре, совершив 15-минутный полет. На прошлой неделе Spirit of Innovation снова поднялся с полигона Минобороны Великобритании и побил сразу три рекорда, как рассказали в Rolls-Royce. Во-первых, он взлетел на высоту 3000 метров за 202 секунды, побив предыдущий рекорд на 60 секунд. Во-вторых, поддерживал скорость 555 километров в час на протяжении 3 километров. В-третьих, свыше 15 километров летел со скоростью 532 километров в час. Эти три мировых рекорда были подтверждены Международной авиационной федерацией. Кроме того, Spirit of Innovation развил в моменте максимальную скорость в 623 километра в час, больше, чем у любого другого электрического вида транспорта. Компания Fraunhofer Aeronautics показала автожир Tensor 600X на авиационной выставке European Rotors в Кёльне. Представленная версия предназначается для индивидуального пользования, но компания утверждает, что вскоре выпустит и сертифицирует шестиместное аэротакси. Автожиры, они же гиропланы. Интересное промежуточное звено между самолетами и вертолетами. Большую часть подъемной силы обеспечивает большой несущий винт, но во время полета он находится в режиме авторотации. За горизонтальную скорость отвечают отдельные толкающие или тянущие пропеллеры. Таким образом, Tensor 600X, представленный на выставке в Кёльне, одновременно выполняет роль готового летательного аппарата для индивидуального пользования и служит демонстрационным образцом будущих возможностей технологии. В нынешнем виде его характеристики не впечатляют. Двигатель Rotex 915IS позволяет взлететь с 90-метровой полосы при максимальном взлетном весе 600 килограммов. Для приземления хватит площадки диаметром 20 метров. Максимальная скорость полета 50 км в час. Крейсерская скорость до 200 км в час. Максимальная высота 3000 метров. Запас хода при 185 км в час около 600 км. На авиационном топливе или высокооктановом бензине. Объем топливного бака не указан. Разработчики Tensor утверждают, что конструкцию легко можно адаптировать к аккумуляторной или водородной силовой установке. Но и без этого аппарат в два раза эффективнее и значительно тише вертолетов. Как раз то, что нужно для полетов над городом. Серийный электрокроссовер Fisker Ocean получил три версии по цене от 37,5 до 69 тысяч долларов. Продажа стартует в конце 2022 года. Собирать Fisker Ocean будет известный контрактный производитель Magna Stair в Граце. К 2023 году компания планирует выйти на объемы более 5000 экземпляров в месяц. А к 2024 году увеличить этот объем на порядок. Первыми из сборочного цеха выйдут 5000 электрокроссоверов лимитированной версии Fisker Ocean One, которая по характеристикам и цене будет соответствовать топовой версии Fisker Ocean Extreme стоимостью 69 тысяч долларов. Чуть позже начнут собирать начальную версию Ocean Sport с ценником в 37,5 тысяч долларов, а далее и среднюю комплектацию Ocean Ultra за 50 тысяч баксов. Только стартовая версия Fisker Ocean Sport будет переднеприводной и оснащаться батареями типа LFP. Остальные две версии полноприводные и с батареями типа NMC. Израильский стартап Flytrex, разрабатывающий автономные дроны для доставки посылок, получил 40 миллионов долларов для расширения своего бизнеса в США. Flytrex создает решение под ключ. В услуги стартапа входит разработка самих беспилотников, настройка автономного ПО и обслуживание курьерских сервисов партнеров. Целевая аудитория компании – пригородные районы США, в которых проживает более 65% населения страны. Основа платформы Flytrex – это дроны с шестью винтами, которые разрабатывались и тестировались собственными силами стартапа. Беспилотники управляются с помощью запатентованной платформы и алгоритмов машинного обучения. Дроны способны летать как самостоятельно, так и под управлением удаленного оператора. Для доставки груза стартап использует систему Drop&Go. Когда дрон прилетает к заказчику, он не опускается на землю, а открывает грузовой бокс и спускает посылку на тросе. Актуальная задача стартапа – получить от американских регуляторов разрешение на увеличение диапазона доставки. Дроны способны перевозить заказы на расстояние до 5 километров. В компании считают, что одобрение на порядок увеличит число потенциальных клиентов ее сервисов. Разработчики уже приступили к обсуждению сертифицированных вопросов с Федеральным управлением гражданской авиации США. Многие противоонкологические препараты обладают серьезными негативными побочными эффектами. Минимизировать их помогут крошечные роботы-курьеры, разработанные и напечатанные на 3D-принтере команды ученых Американского химического общества. Управляемые магнитами, они будут доставлять препараты непосредственно в опухоль. Микроботы изготовлены из гидрогелиевых 3D-чернил и по форме напоминают крошечных животных – рыбу, краба и бабочку. Важная их особенность – наличие специальной емкости для наночастиц лекарства. Исследователи отрегулировали плотность печати таким образом, чтобы края емкости могли открываться и закрываться в ответ на изменение кислотности рядом с опухолью. Чтобы они двигались, микроботов помещают в раствор с наночастицами оксидов железа, наделяя устройство магнитными свойствами. Приблизившись к опухоли, они автоматически освобождаются от доставленного груза. Технология доставки была протестирована в лабораторных условиях с помощью управляемого магнитами рыбы-микробота, который по специально смоделированным кровеносным сосудам подобрался к скоплению раковых клеток, где ученые несколько усилили кислотность раствора. В ответ на это рыбка открыла рот и по сигналу выплюнула порцию лекарства, уничтожающего раковые клетки. В перспективе ученые намерены создавать огромные массивы таких микроботов, вооруженных медицинскими препаратами, способных плавать, ползать и перекатываться внутри человеческого организма, доставляя лекарства к больному органу. Спасибо большое за просмотр, обязательно поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Оставляйте свои комментарии внизу под видео и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки на которые вы найдете в описании. С вами был как всегда Андрей, желаю вам отличного настроения, увидимся в следующем выпуске, до скорых встреч! Подписывайтесь на наш канал!